В большом актовом зале три сотни школьников со всего региона. В основном старшеклассники. Многие хотят связать свою жизнь с IT-индустрией. Компьютер, на который я собираюсь пойти, называется технология машиностроения. И там IT будет использоваться для того, чтобы в дальнейшем оборудование переводить на автоматизацию. Образовательный форум IT-Рязань такого размаха проходит в Рязани впервые. Площадка 76-я школа. Здесь расположились десятки компаний, каждая из которых рассказывает о преимуществах работы в IT-сфере. У нас, например, есть сотрудники удаленные, которые работают, помогают нам. Они пишут тексты, монтируют ринсы. Они школьники. Очень хорошо они работают с технологиями уже на этом уровне. Если им это интересно, они уже могут подзаработать и получить опыт в этом направлении. А дальше уже выбор для себя студенческий. Другие площадки активно школьников развлекают. Здесь есть зона с громким названием «Киберспорт», где ребята могут поиграть на приставке. Естественно, площадка пользуется большой популярностью. А вот профильной гораздо меньше. Однако специалисты в этих очередях, наверное, и пройдут дальше всех в IT-сфере. Наша задача основная, конечно же, чтобы дети пошли в IT. Но очень важно показать, что без IT-знаний и компетенций они сегодня в принципе не смогут существовать. Ты в принципе упадешь в жизни, если не умеешь пользоваться справными сервисами, гаджетами. И хоть для Рязани такой форум в новинку, как говорят организаторы, новым для страны он не стал. Такие есть в каждом регионе. Однако отличия существуют. Рязанцы пошли по своему пути. Показать, что IT-специалисты нужны везде. На самом деле IT-сфера – это тоже креативная индустрия. Это история, когда IT-шники не только могут поддерживать систему, но по сути они создают и строят систему будущего, систему устройства будущего и жизни нашей страны и в целом всего мира. Зачем мы организовали сегодня это мероприятие? Чтобы помочь прежде всего будущим элитарентам начать выстраивать свою профессиональную траекторию в IT-сфере. Даже если такое мероприятие для школьников проходит впервые, статистику, успешную или нет, можно подводить минимум через год. И тогда уже судить о том, повторять ли такой опыт впредь.